Приветствую вас! Человек описывает ситуацию, при которой хочет бросить курить, вот, говорит, что не может, что про бреда здоровья знает, читала Алина Кара, смотрела, что только не пробовала, ничего не помогает. Желание дикое, ненавижу, ступя из-за этого и проклятые сигареты. Таблетки пить не хочу, после них через время начинается, ну, как появляется желание обратно. Хочу просто помыть, чтобы брать и забыть, как стратить. Если он плачет этого каждый день, потом срывается, я буду благодарен вашим советам. Спасибо за радость. Евгения, так зовут автор вопроса. Ну, видите ли, в чем штука, вы вроде бы не новый человек на сайте, да, вроде бы не новый человек на сайте, но вот как-то, как-то вот, знаете, ну, на мой взгляд, выпускает из видео вот такую деталь, что психологи не дают советов. Понимаете, нам, чтобы дать вам рекомендацию, да, нам нужно, ну, как минимум, узнать вас. Вот, да, можно будет уже какую-то рекомендацию давать. Вот, а сейчас, пока что, ну, я бы сказал, что мы вас не знаем, вот, и рекомендации, соответственно, ну, никакой дать в этом смысле не будем. Это первое. Второе. Вы почему-то начали курить. Вот, вот. Когда-то? Когда-то. Когда-то. Вы, вы начали курить. Когда-то. То есть, что-то послужило тому факту, что курить вы начали. И сейчас то-то послужило тому факту, что вы хотите курить. Представь. Как бы, давайте вот разберемся с этим вопросом для начала. Хоть разберемся с этим вопросом. Что вас мотивировало начать курить, когда вы начинали курить? И что вас сейчас мотивирует бросить курить? Сейчас вы хотите прокурить? Например, надо на каштру. Совершенно, вероятно. Это очень важно. Как мне кажется. Дальше идем, следующий момент. Сигареты традиционно выполняют какую-то роль, для вас это имеет место быть, для вас это имеет какую-то роль. Вот, знаете какая история, то есть вот давайте попробуем разобраться, как вы к этому пришли, к тому что вот, ну, начали курить. Для чего вы хотите бросить курить, то есть для чего вам это, сейчас, вот вы сейчас хотите бросить, для чего вам это, вам это зачем, то есть вот какой мотив, грубо говоря. Вы же, совершенно очевидно, да, сейчас на этом довольно сильно фиксируетесь. И мне кажется, что очень важно понять, чем для вас это так важно, что вы вот прям срываетесь, плачете и так далее. Понимаете, да? То есть вот на это вам нужно обратить внимание свое. Это важный аспект ситуации. Дальше. Дальше. Сигареты, как правило, это история про любовь, то есть это история про, ну, непринятие чего там, во себя. Поэтому крайне важно, чтобы вы заметили в себе, нашли в себе вот этот аспект. Аспект того, а что я могу, например, в себе не принимать. Что я могу вот в себе, ну, в этом смысле игнорировать. Вот. Понимаете? Понимаете, да? Пока вы сами себе на этот вопрос не сможете ответить, вам в этом смысле будет очень трудно. Вот. Но сейчас пока что вы на него и не отвечаете. Вот. Следующий момент, на который вот хочется обратить ваше внимание. То, что здесь может быть история про стресс. То есть вот вы может, ну, вполне может быть такой момент, что вы просто курите за стресс. То есть выполняет это какую-то важную функцию. Вот. 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 Поэтому я бы не сказал, что нужно просто взять, да, и сейчас вас вот, ну, этого лечить. Вот. Вам, вам, вам это, вам это не помогает. Ничего, потому что для вас это вот именно как, ну, как лечение. Вот. Вот. Правда в том, что вам чего-то мешает. То есть вам сигарет по какой-то причине мешает. Вы пытаетесь эту ситуацию подкорректировать, пытаетесь себя зажимать. Вот. Ну, и по большому счёту, делаете, да, по сути, то же самое, что делали, делали раньше. Вот. А именно, как-то вот себя, ну, ломали. Вот. То есть, к сожалению, вы вот ломали себя до этой, ну, до этого момента, до этой ситуации, к сожалению. И вы, вот, ну, в этом смысле, скорее всего, ломаете себя, вот, до сих пор. Только вот, в этом смысле, ну, вы выбираете, так скажем, способы разные, то есть у вас способы отличаются. Понимаете, да? Какая история. Вот. И, получается, так, что вам, вот, в этом смысле, вот, довольно, ну, весьма больно, а-а-а, и тяжело. Вот. Вот. Понимаете, да? Поэтому я бы, вот, всё-таки, предложил бы, ну, попробую, рассмотреть историю того, как вы, вот, к этому пришли. Я бы предложил, а-а-а, ну, подробнее, посмотреть, что это для вас означает. Вот. Что это для вас значит? Вот. Что это для вас значит? То, что вы купите. И почему именно, вот, ну, 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 почему именно сейчас, да? Вот. То есть, вот, точно такой, как мне, как, как мне кажется в разный момент. Почему именно сейчас? Вот. Почему именно сейчас вы, вот, хотите, перестать? Ну, и последнее, пожалуй, на что хотел бы обратить вам ваше внимание, это то, что в этом смысле заставлять себя, ну, как бы, вот, через силу, да? Абсолютно бесполезно, абсолютно бессмысленно. Вы так добьётесь, вот, только неудачи. Вот. Потому что это не идёт от сердца. Вот. Это идёт, вот, скорее от, ну, от какой-то, знаете, ну, необходимости, как, как будто бы больше. Да? Как бы. То есть, вот, как будто бы это, вот, идёт больше от, может, ну, может быть, страха. Но, опять же, вот, позиция в этом смысле, в этом смысле, ну, как бы, деструктивна, к сожалению. Вот. И, соответственно, она, это позиция, обреченная права. Конечно же, вам нужна поддержка. То есть, нужно понимать, что, вот, без поддержки, ну, сложно. То есть, в одиночку справиться с этим тяжело. Поэтому нужна помощь. Нужны люди рядом, которым бы вы, вот, могли бы доверять. А если таких людей у вас нет, то обязательно нужно заручиться, ну, помощью. То есть, это, обязательно нужно, ну, заручиться, вот, поддержкой. Ну, кого-то, кого-то. Да? Кого-то. Вот. А тут, вот, такая история. Как мне кажется. И, соответственно, в этом направлении я предлагаю вам двигаться. Сейчас. А не просто, вот, себя, заставлять себя, не просто, вот, что-то от себя требовать. Ну, такое вот, что-то от себя просто предъявлять к себе. Требовано, так сказать. Вот, то есть, ну, серьезно, а, больше, больше гуманности нужно. Вот. Советы вам не помогут, потому что сейчас вы сами саботируете, саботируете свою деятельность. Вот. Вы сами видите в этом для себя угрозу. Вот. Понимаете? Ну, и, физиологическая сторона вопроса. Именно, вот, физиология, с точки зрения физиологии, тоже нужна. То есть, тут бы лучше, ну, обратиться к врачу, да, лучше бы обратиться к врачу. А лучше бы, чтобы врач, вот, ну, специальный человек, который, специалист, который занимается тем, что, а, помогает, вот, людям, ну, бросать, а, курить. Ну, вот. А сегодня вам просто какие-то, вот, а, поддерживающие, может быть, препараты бы нас нужны. Опять же, вы говорите, что хочу бросить курить, да, но не хочу, а, пить таблетки. Вот. Ну, а, вы же понимаете, что, а, вот, именно, именно, а, физиологическая зависимость ваша может быть довольно сильной. Понимаете? Ну, в любом случае, решать этот аспект, конечно, вам и только вам. Вот. Я надеюсь только, что, решение вы примите верно. Ну, в том смысле, что, надеюсь, что это будет решение, ну, ваше. Пульс. Вот. На этом все. Я надеюсь, что, а, мой ответ был вам полезен и интересен. Надеюсь, что, а, дал, вот, пищу для размышлений. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Она вам пригодится. Удачи. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok